Привет, касатик. Привет, касатик. Касатик. А что тебя слово «касатик» смущает? Слово «касатик» смущает? Нет, забавно просто «касатик». Нормально. Тогда ты «яхантовый». А что-что? Тогда ты «яхантовый». «яхантовый»? Ну, пускай будет «яхантовый». Ну, если я «касатик», тогда ты «яхантовый». Ну, что плохого в «касатике»? Просто «сернец» казатик. Просто «сернец» казатик. «Касатик». Дебил. Честно. Наверное, не мое... Хорошо. Размовляти, правда? Да, неплохо. Непогано. Ну, я тоже так уже... Че, откуда вы? С Украины, да? Ну, зараз я в Украине. Так, взагалі, я из Сполучених Штатів Америки. Понятно. НАТО ж, вы ж з НАТО воюєте. Ось я НАТО. Ну, да. Я и я НАТО. Довольно, что воюю. Знаешь, как прикольно? Ну, и... Когда ни один НАТОвский солдат не погиб, а в России уже полмиллиона самоваров. Прикольно. Да, тяжко, тяжко. Да, тяжко, тяжко. Особенно вам тяжко. Нам-то что? У нас потерь нет. Как говорит Канашенков. Знаешь Канашенкова? Да, да, знаю. Друг твой? Нет. Нет? Ты не знаком лично с Канашенкова? Что ты так? А я знавал его до войны, знавал. Я с ним не дружу. Не с ним, не с... Ижи с ними. Мудаки они, скажи. Ну, ты... Тебя лучше же знать. Ну, как? Развязали в 21 веке захватническую войну в Европе, в центре Европы, которая длится уже, ну, практически 10 лет. А в активной фазе так 2 года почти. Ну, разве не мудаки? Конечно же мудаки. Верно же. Да уж. Да уж. Киса, перестаньте, Киса. Вы похожи на царусской демократии. На царусской демократии, но весьма отдаленно. Особо приближенная к императору из вас не выйдет. Да уж. Да уж. Я считаю, что торг здесь не уместен. Вы знаете, что Ильф и Петров родились в Одессе? Что? Ильф и Петров? Да. Ну, я в курсе, Ильф и Петров, что они одесситы. А вы напали на родину Ильфа, Ильи Ильфа и как-то Петрова звали, я не помню уж. Я не нападал. Да ладно, не нападали. Что теперь вот это вот, как преступник, включаете заднюю и ничего не видел, ничего не слышал? Я чужую вину на себя должен брать и что? Нет, чужую вину на себя брать не надо. Зачем же заниматься самооговором? Надо просто реально осознавать действительность. И если вы лично с оружием в руках не ведете агрессивную войну, это не значит, что вы невиновны. Вы соучастник. На шухере стоите. Нет. Ну как нет, да? Вы боретесь с режимом Путина? Нет. А я борюсь. А вы где сдаете? Вы где-то там боретесь, да? В Харькове. Сейчас я в Харькове. Как вы думаете? Здесь вот борцы были. Здесь были борцы, но им лет по 20 дали. А здесь вот люди умирают. В этой борьбе. Понимаете, умирают. Лет по 20 и умирают. Чувствуете разницу? Я тоже много потерял. Я сочувствую вашим потерям, честно говоря. Но не очень сочувствую вашей позиции. А вы не знаете мою позицию? Я ее еще не высказывал. Я вас внимательно слушаю. Но я не буду ее высказывать. Ваша позиция очень проста. Лет по 20. Вот ваша позиция. Это страусидная позиция. Ну, видишь ли, надо либо быть очень корректным, чтобы высказывать свою позицию, либо молчать. Иначе под статью угодишь. Так я же говорю. Я считаю, что как в 1861 году в Российской империи стали жителям Российской империи раздавать фамилии. Неправильно стали делать. Надо было всем одну фамилию давать. Страусов. Чтобы все в России были страусовые. Ну, в то время и вы, наверное, были бы страусовыми. У нас, понимаете ли, в чем дело, немножко другие корни. Да, те годы, о которых вы говорите, мой народ героически воевал. У нас немножко другие корни. У нас корни из запорожского казачества. Там фамилии были еще в 16 веке у народа. 15 веке. А в России не было. А в 1861 году вы же были уже россияне. Да, мы были порабощены Российской империей. Этого не отнять. Это правда. Но дело в том, что крепостное право на территории, где родились мои предки. Я-то родился в США, но мои предки родились в Украине. Крепостное право на тех землях, где мои предки родились, оно не больше 70 лет просуществовало. А не века. А на той территории, где родились мои предки, его вообще никогда не было. Это прекрасно. Значит, вы не Страусов. Россиянам надо давить фамилию Страусов. Хотя ведете вы себя как вполне классический Страусов. Я же вам объяснил. А что мне, под статью не в мягком выходите, чтобы я не в мягком. Ладно, 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 ладно. Я не собираюсь вас подводить под статью, честно. У меня нет такой задачи и такой цели. Вы не наговаривайте на меня. Скажите, а вы откуда родом? Где ваши корни? Я с Чечни. А, тогда я вас понимаю. Хотя удивительно видеть опасения представителя гордого ичкирейского народа. Знаете, мне тут недавно один россиянин, россиянин, не чеченец, доказывал, что народам Кавказа никакая свобода не нужна и что их все устраивает. Что вы с ними, говорит, беседы ведете? Их и так все устраивает. Я говорю, ты русский, мне, украинцу, рассказываешь, что нужно или не нужно народам Кавказа? Тебе, говорю, это неудивительно и не странно ли? Почему ты считаешь, что ты можешь мне рассказывать, что нужно там чеченцам, дагестанцам? Кто ты такой для них? Ты для них чужой. Если мы с тобой хотя бы одной веры, то для них ты даже не единоверец. Как вы считаете, доля истины, чтобы вас не подставлять, в моих словах есть? Конечно. Тогда, не имея к вам больше вопросов, может быть, у вас ко мне есть вопросы? Всего хорошего. Давай. Удачи. Слава Украине. Свободу народу ичкирии. Эх. Ну, на москалите я не сподеваюсь. А на народы Кавказа сподевания еще есть. Слава Украине. Продолжение следует...